Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Пермансер, и это новое видео ПГ Wildarms 2, приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами доставили письмецо королеве Силваланда, вроде как так. По сути всё, но мы узнали, что на ближайший городок Хелметс напали, и мы сейчас двигаемся в его направление. Ну естественно не забываем о том, что мы находимся так-то в замке, и в замке может быть много чего интересного. Ну, походу всё интересное мы нашли ещё в прошлой серии, поэтому ладно, пойдём. Так, нам сказали, по-моему, если я не ошибаюсь, на юго-запад опять идти. Но я могу ошибаться. А чё это за строение? Меня же не глючит. А, стоп, это строение, это... Как это? Забыл, как оно называется. Отстаньте. Животные. Отражатели жизни, вот, вспомнил. Ё-моё, вылетел из головы, как оно называется. Так, то ли на юг, то ли на юго-запад. Вон, давай сначала на юг сместимся. Отстаньте, ещё раз сказал, животные. Ну, значит, на юго-запад пойдём. Хотя мы сейчас на юго-восток идём. А? Что это там? Что это там такое вкусное? Дубликатор. Дубликатор. Что такое дубликатор? Ключ открывает двери и сундуки. Ну, слушай, пока я пользоваться им не буду, пускай лучше валяется. Но мне оно обязательно пригодится, я уверен. Сколько у меня там уже хп? За тысячу привалило? Воу. Жёстко. Ага, лечь ягодки всё-таки у меня кончились, значит, мне и тогда не казалось. Ээээ, не хочу большие ягоды использовать. В Хелмеса я поспать не смогу. Ладно. Потратимся немножко, фиг с ним. А, ещё что-то нашёл. Тригелы. Ладно. Пускай будет. Ну, Хелмес где-то здесь должен быть, ну, сто процентов. Ну, не может он быть там рядом с отражателями. Ну, да, наверное, не знаю точно. Зарядка получена. Ну, не так уж он и далеко должен быть, ну. Что, мне обратно надо возвращаться? Всё-таки он где-то там. Отстаньте, говорят вам. Сто гел ещё упало. Неплохо. И меток, как видимо, нету. Хотя... О, нашёл что-то. Какую деревушку, кстати, нашёл. Отстань. А здесь точно ничего нет. Очень похоже на место на какое-то. А, да КТ есть Хелмес. Окей. Пойдём сюда. Офигеть, он далеко находится во замке Силваланд. Очень далеко. Хелмес. Это тот город, да? Ну, тот, на который напал Адаса. А? Мне тяжело поверить, что информация подвела нас, хотя... Ах, давайте разделимся. И будем искать Хелмес. Ну, и будем обыскивать, наверное, Хелмес. Слишком тихо. Мне это не нравится. Вообще ничего не сказал. Лилка тоже молчит. Ну, что нашли? Ну, честно говоря, этот город довольно скучный. Здесь никого нет. Это город призраков. Но более странно то, что здесь есть признаки жизни. Люди ушли отсюда. Недавно. Даже еда ещё тёплая. Опа. Что, сейчас замес будет, что ли, или чё? Может, здесь кто-то есть? Осторожно, это ловушка. Ну, точно ловушка. Вырубила и сразу все. А, нет. Если живой ещё. Хе-хе. Нет, ну, вы действительно рассмешили. Одесса? А, нет, никого не вырубила. Ага. Я член отряда Кокет. Особая группа Одессы. Вам это, правда, знать не к чему. Иди сюда и сразись как мужчина. Вредная девчонка, да? Я не могу исполнить твоё желание. Если я сделаю это лично, могу ненароком убить тебя. Траск, займись этим. Ну, и Трак, не знаю как правильно. Наверное, Трак. Всё-таки. Ну, хотя, может, и Траск. Кто знает. У меня счастливые карты, по-моему, кончились, да? А, нет, Траск. Действительно, его зовут Траск. А, ядовитый какой-то там бронированный дракон вроде как-то так. Окей. Здорово. Мне кажется, что проблем с ним не должно быть в принципе. Уже. На таком уровне. Слишком уж далеко залезли. Ну и... А, стоп, стоп, стоп. Какой-то рак. Надо кристалл сначала сломать. Кристалл. И Лилка ломает кристалл. Кстати, надо не забывать использовать всякие такие штуки, как медиумы в этой игре. Они довольно полезные, по идее. Ну, как минимум, должны быть. На, по лицу. Биоракета. Больно? Ну, кстати, кусаются. Кусается неприятно. Акселератор. И давай странное оружие на кристалл. А здесь у нас патронов нет. Патрошки кончились. Давай, наверное, съедим патронов. Восстановим бразовку, пускай будет. Так, ну и здесь искрой какой-нибудь будем долбить по кристаллу. Не знаю, на скидку просто накидал. Я даже не знаю, получится у меня что-то или нет. Хотя земля, по идее, поглощает молнию. А кристалл это своего рода земля. Я угадал? Нет, не поглощает. Ну, ладно. Окей. Перезарядка оружия случилась. Да, действительно. Биоракета еще одна. В этот раз на Лилку. Ну, Лилка сейчас себя подлечит. Тут нет никакого... А-а-а-а. Подлечила, да? Угу. Подлечила, проверяй. Ладно. Пускай пока поспит. Я надеюсь, она не отъедет сейчас. Сейчас мы его немножко подобьем. Ну, так малость самую. Может, получится ему сломать сразу кристалл. И я тогда ее подниму. Ну, что там по кристаллу? Дыхание яда. По всем троим? М-м-м. А ты представляешь, какой он неприятный. Ну, он по всем промазал. По одному он точно не попадет никогда в жизни. Да, у него сломался. Приколдес у него этот сломался. Кристалл который. Ну, значит, все. Он довольно легкий. Но мне что-то подсказывает, что все равно что-то пойдет не так. Контратака у тебя есть. А, да, это я же ничего не прокачивал. А у вас-то все прокачено. Я как-то об этом и забываю все время. Так, ядам их еще подожгло. Вот это вообще неприятно очень. Ладно. Актива, базука. Давай. О, Лилка проснулась. Лилка, давай мы с тобой сначала провернем одну странную и странную дичь. Это, конечно, не лучший вариант действий. Но все-таки почему бы и нет. Слишком уж дорого использовать такую ягоду. Но, с другой стороны, а че бы их не использовать? Так, актива. Базука. По лицу. Хватит тебе? Не, не хватило. Смагика еще живой. Хм. Забавный малый. Ну, сейчас по всем местам должен быть. Эшли, давай просто рубите его. Втроем. Ты у нас теперь типа лидер группы, да? Контратака снова. Еще немного ГРН набрал. Ну, правда, чуть-чуть совсем. Кристалл какой-то живучий, а? Траск, извиняюсь, ты не кристалл. Какой Траск живучий оказался. Ужас. Так, ладно. Хочу попробовать сделать вот так. Брэд. Так, и лилка, вот так. Давай анализом пройдемся по нему. Теперь он взял на себя все атаки. Анализ. Что у нас анализ даст? Траск. Уровень 14. ХП неизвестное количество, слабостей неизвестны. Отлично, спасибо. Отличная информация. Квадроудар. И он мимо. И почему я, блин, не удивлен? О, защитник в ноль сводит атаку. Неплохо. Ну, либо именно от него в ноль. Активу базука. А, нет, мистик здесь не подойдет. Давай попробуем пламенем ему поджечь. Мы все-таки просто так, что ли, магию качаем? По идее, должна больно начать бить. 400 хп так же отнимает, как и молнии. В теории, это не хило. 2 250 опыта. Эшли, Брэд и лилка 15 уровня. Траск. А, с... Особо тренированная на людях твэк. Здесь вам не поможет никакая техника. Ладно, хватит разговоров. Пора немного отшлепать тебя. Но я же говорю, что-то пойдет не по плану. Вот что-то определенно должно было пойти не по плану. Что, нас вырубили и что? Осторожно. Что-то идет. Нет, нет. Так нельзя умирать. Я слышу. Это говорю я же. Используй силы. Быстрее, пока не поздно. Слишком поздно. Нет, я не позволю. Ах. Что это? Я этого не планировал. Траск взорвался. Только от одного луча. Этого света. Я не думал, что они уделают, Траска. Ну ладно, я могу схватить их. Как я планировал в самом начале. Это цвет. Он и меня может достать. Голгоза Пейзан. Тюрьма Голгоза. Интересно, что это за место. Ты пришел в себя? А? Но мне еще нехорошо. Мне хочется проблеваться. Что же произошло? Я не знаю. Когда на меня напал Траск, я не смог пошевельнуться. Затем, теряя сознание, я наблюдал, как все стало белым. Это все, что я помню. Когда я уже очнулся, был здесь. Так это тюрьма? Черт. Почему это все происходит со мной? Пусть она побудет так. Это поможет ей прийти в себя. Лилка? Я в порядке. Все отлично. Но... Что случилось? Нет, все хорошо. Это, наверное, Эшли. Эшли. Странно, что же со мной было? Например, за минуту... На минуту я подумал, что Эшли это ты. Но что важнее? Как долго мы будем здесь оставаться? Нужно что-то делать, верно? Конечно. Начнем с разборки плана побега отсюда. Так, извините, пожалуйста, нужно было... Отойти по разговору телефонному. Так, что? Где мы есть и что нам здесь делать? Так, в сундуке что-то есть явно. Окей. Больше ценами нить какой? Да что это за блеск? А в этот раз не было. Окей. Что мы можем учудить? О, опять был красный вот этот всплеск. А, стоп, на нас же яд висит. Ё-моё, я-то думаю, что это за... Блин... Мелькание. А что у нас от яда вакцина? Да, а хпшечку подлечить мне негде, да? Давай по яблочку им выдадим. Ну и все, наверное, на этом. Так, это не тушит. Это тоже. Что это у нас за камень такой в углу стоит? Ну что, попинать? А? Перекоса нет, похоже, его можно двигать. Ты можешь перемещать блоки и камни, нажав и удерживая кнопку стрелками. А-а-а-а, вон оно как. А мы раньше заключенные так делали. Мы можем убежать через дно? А, это был вопрос. А раньше заключенные так делали? Понял, ладно. Отстаньте пока. Ага, шипики. Причем как-то странно, не работает эти шипики. А пока отстаньте. Дайте я здесь хоть немножко подразберусь. Потом будете нападать. Так, куда ты дошел? Ну с другой стороны было что-то. А-а-а-а, вон оно как. А вы пропадете? Спасибо. А с другой стороны тогда, что было? Ладно, так даже удобнее. Не придется мучиться с возвращением. Отстаньте. Ладно, подай уж. А то всю голову про это самое... Пробьешь мне. Ох, е-мое, что ты такое? Дракон и упырь. Кто из вас дракон, а кто упырь? Я предполагаю, дракон это вот что-то большое. Ну, отъезжает довольно быстро. А упырь? И упырь туда же. Понятно. 120 очков опыта, 360 дел. Хорошо, ладно. Спасибо. 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 Немного пробежимся. Ай. Счастливая карта. Ну, в следующий раз, когда мы нарвемся на босса, она пригодится. Ай-яй-яй-яй-яй. А, стоп. Наоборот, хорошо, что я упал. А здесь у нас что? Что, я так понимаю, здесь копья вылетают? Да. Лечь и агодку дали. Угу. А здесь она до меня не доставала. Окей. Хорошо. Так, дальше у нас... А, еще копья, да? Ё-моё, а когда пешком проходишь, цепляются. И сколько вы снимаете? Ну, да, в принципе, жить можно. В смысле? Как ты меня зацепила? Я так предполагаю, да? Здесь дорожка из копий. Там была дверь. По-любому была дверь. Блин. Меня обманули. Там не было никакой двери. А... Дверь я открыл. В принципе, пойдет. В принципе, пойдет. Давай обратно. О, место хранения. Действительно, очень нужное место. Очень нужное место. Угу. Да, продолжим. Пока что продолжим. Идем дальше. Чего? Я даже не успел прочесть, что написано. А, и фиг прочтешь теперь. Два раза в лицо копьем получил? Просто так, два раза в лицо копьем получил. Неприятно. Так, здесь есть 4, 5. Ух, нифига сколько здесь дверей. И какая-то из них должна быть настоящая. Ну, пускай будет это. Ну, или вот это. О, сундук. Герб. Окей. Ай. 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 Выход. И здесь опять копье. Обидно. Один сундук всего положили. Выглядит, как ножной переключатель. А это так оно и было. И это случилось дважды, но третьего раза может и не быть. Чего не может быть и третьего раза. Ай. Ммм. Ну ладно, окей. Предположим, это была жесткая подсказка. Что, ее надо три раза пнуть. Ладно. Окей, я услышал. Здесь что? Свет от свечи откроет дороги. Ну ладно. Окей. Немного кристаллов хп. Все-то я же маленький, да? Лестница? Нет. Это не лестница. Ну ладно. Ммм. Там просто много заключенных было. Я видел, как всех жителей арестовали и пошел за ними. Но дальше я пойти не могу. За той дверью томятся жители поселка. Рычаг тяжело сдвинуть. Но вы, ребята, сможете. Спасите их! Уже спасли. Эти люди. Мы жители селения Хелмитс. Вы все... Вы не из Одессы? Мы сражаемся, чтобы спасти всех от тираний и террористов. Мы можем спастись. А вы сможете все вместе вернуться в Хелмитс? Надеюсь. Надеюсь, я удачно спасусь. Этот парень в очках неожиданно навел на нас пушку. После этого нас бросили в это подземелье и закрыли здесь. Так, если вы хотите нам помочь, мы можем считать, что вы наши союзники. Ну, конечно, расслабься. Мы вернем в ваш поселок вместе с вами. Вернемся в ваш поселок вместе с вами. Но перемещаться в такой большой группе опасно. Тогда я пойду вперед и буду высматривать. Когда я все проверю, вы сможете идти все вместе. Так, Эшли начинает заигрываться в героя, да? Ладно, я понял, пошли. Я понял, Эшли решил поиграть в героя. Ну, пускай, дел его. Да, я только на вот эту штуку переключусь. Песчание никакого не слышу. Но время от времени буду переникать. Здесь по-любому где ничто-нибудь лежит, вот сто процентов. Опять ничего не слышу. Может быть здесь? Нет, ничего нет. Ай! А почему я не прошел? Эти шипы не убираются, кстати говоря. В отличие от предыдущих. Снова ничего нет, снова пусто. Ну, походу сюда. Хотя это возврат, да? А, нет, это не возврат. Блин, там дверка была. Я в дверку не зашел. Там по-любому что-нибудь полезное лежало. Ну, ладно уж тогда. Тогда уже ладно. Ну, не зашел и не зашел. Добро пожаловать к месту казни. Ты, наконец, добрался сюда. Я ждал тебя. Но я не один. Ожидал это. Я не знаю, как этот звук произнести. Люка! Брэд! Прости. Жители села, которые мы помогли, взяли как живой щит. Они сказали, будьте шутить, они умрут. Это была хитрость. Они все это разработали. Держись, я иду. Куда ты собрался? Это не твоя забота. Что? Твой противник мелкий тракт. Траск. В смысле мелкий? Которого ты уже знаешь? Не думай о сопротивлении, иначе твои друзья умрут. Но мы еще не закончили. Приготовление. Это что, предупреждение? Да. Мы только отошли от плана. Но есть причина, по которой я за вас схватил. Казнив вас публично, я избавлюсь от противников и покажу силы Одессы. Мы не убили людей из Халмца. Когда поймали их, так что они все увидят. Как ты можешь? Так может поступить только человек без сердца. Слушай, я бы предпочел сам это сделать. Но это невозможно. Надеюсь, вы все правильно поймете. Иди, Траск. Ну, не слишком быстро убивай. Ха-ха-ха. Э, шли. Будешь сопротивляться, я убью заложников. У меня скоро спадут очки. Что это? Что ты делаешь? Опять этот голос. Что это такое? Не думай. Не нужно сомневаться. Тебе нужна надежда и желание. Точно. Мне нужна власть. Мне нужна такая власть, чтобы побороть любое сопротивление. Тогда за дело. Какое? Сам. Этот свет. Это из тех времен. Смена планов. Убийся в заложников. Это добралось даже до ребенка дамы. Ты не можешь поступать как хочешь. Тот же самый свет. Написано. Конец. Свет начала. Но я этому верю. Тогда я опоздала. Свет вызывает лишь ностальгию Эшли. Верно, Эшли. Точнее. Опять я сделал то, что не планировал. Черт. Там такую штуку я уже видел. Которая справа сейчас была. Это Эшли? Это еще с тех времен. Что со мной случилось? Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Но одно я знаю наверняка. Я знаю как биться. Это боль. И форма. Мои. Это сила сражаться. У меня способности есть. Фехтование. Блин. Там кристалл у нас сначала было поломать. Я надеюсь, что там не сильно большой урон. Зря надеялся. Биоракеты. Но я не думаю, что у меня этот таск заковыряет. Кстати, предметы мне можно использовать. Фехтование. Давай на кристалл. Еще восемьсот. Дыхание яда. Но яд на него не действует. Это, кстати, лучшая его сторона в данный момент. Я сюда не буду, кстати, карту применять. Карточку я сюда применять не буду. Я, пожалуй, попробую полкишок накопить. А, он прибегает и пинает. Понимаю. Ну, в принципе, я не удивлен. В такой форме, конечно, странно выглядеть, что он бьет обычной атакой. Просто по лицу пинает. Ну, пускай. Ну, пускай. О, пятьдесят пять накопил. Биоракета наносит урон. Сотню. Я думаю, я как... Эм... Да. Оглушение-то... От оглушения-то он не спасает. Только не говорить, что он меня сейчас заковыряет таким образом. Очень бы этого не хотелось. О, если очухался. Давай, наверное, большую ягодку съем. И используй уже эту штуку за пятьдесят гайеров. И надо будет лекарствами закупиться. А то у меня лекарств нету. Запрет. О, так я сразу по обеим частям бью. А что, по урону? По две четыреста. Нехило. Эм... А что произошло? Почему? Мне ему надо было кристаллы разбить, это даешь ли принимать свою обычную форму или что? Не, ну типа ладно, окей, я добью его в обычной форме. У него урон, ну, упал на треть. На треть где-то. Ну типа это все равно можно жить. Я говорю, это легко. Но почему? Или запрет, скажем так, заставляет его перестать атаковать такими приемами страшными? Ну ладно, две двести пятьдесят, если до сих шестнадцатого мини-стимул. Доступ силы получен. Ха-ха-ха, это конец. Нет, неверно, уже началось. О, моя сила пропадает. Ну, силь не пропадет, я думаю. Доживешь как-нибудь. Как-нибудь доживешь, я думаю. О, брат с лилкой подошли. Эшли, что произошло? Это означает, что Армс выбрал парня? Ладно, дело не только во власти. При этом на плечо ложится груз. Если бы не это, я не смог бы выиграть, выйти победителем из битвы, который мне предстоит. А теперь... Ну а что теперь? А теперь все. Я, походу, сундук пропустил. Обидно, вообще-то. Надо было в ту дверь все-таки вломиться. Я-то не думал, что там падают эти гильотины. Эх, обидно. Я была впечатлена вашими действиями прихолмица. Кстати, Эшли. Да, ваше величество. Высочество. Вы уже отдохнули? Я получила доклад, судя по которому вы были ранены в бою. Благодарю за заботу, ваше высочество. Но это был пустяк. Очень рада это слышать. Мы не позволим, чтобы с силваландом что-то случилось, пока мы его защищаем. Возможно... Я даю вам разрешение использовать отражатели жизни. Это королевское письмо королю Мари Булы. В подтверждение. Надеюсь, вы не подведете меня. Огромное спасибо. На этот раз я должна поблагодарить вас. Разве не так, сэр Валерия? Спасибо за сотрудничество с силваландом. Это облегчит нашу задачу. Ирвинг. Простите, что впутал вас в это дело. Забудем об этом. Если вы спуститесь по замку, то найдете того, кто ждет вас там. Спасибо ваше высшее число. Увидимся позже. В формальности для дачи вам разрешения использовать рефлекторы могут занять некоторое время. Занять некоторое время. Понимаю. Мы подождем. Надеюсь, вы не против подождать, пока готовятся официальные бумаги? Кажется, здесь слишком много красной пленки. Мы могли бы научиться кое-чему у вас. Я немного не понял, о чем там про пленку говорили. Но что-то там было такое. Я так понимаю, мне прямо. Не надо было прямо. Сглупил малеха. Мне сюда. И в самый низ. Сейчас мы там сохранимся с вами. И на сегодня, пожалуй, заканчивать будем. А то и так получилась довольно длинная серия. Уже. На этот момент. Ага, фиг. Не дает мне сохраниться спокойно. Не. Ох. Мы ждали тебя. Нет, смешно. Они выглядят как самые обычные люди. Но они герои. Которые спасли нас. Нельзя судить их по внешнему виду. Герои? Нас? Конечно. Есть кто-нибудь еще? Вы были великолепны. У меня еще один сын. Примерно вашего возраста, мисс. Вы замужем? Позвольте его узнать. Ты выглядишь просто уже... Да емай. Ну что это такое? Ну... Ты выглядишь просто ужасающе. Я рад, что ты с нами. Я слышу слухи о таинственном черном рыцаре. Ты видел его? Подожди секундочку. Я рад, что ты в порядке. Это максимум, о чем мог мечтать отряд. Вы очень помогли нам в трудное время. Я надеюсь, вы предложите... Продолжите борьбу с бандитами. Конечно. Ну и сейчас только отряд может противостоять Одессе. Вот так вот они и начали, похоже, разваливать Одессу. Да? Получается, что так. О, еще и вы при этом диалог решили развязать. Пришел отсчет разведки. Юдека справился? Нет, он не смог. Уничтожить Армс не так легко. Похоже, никто из них не был убит. С нашей стороны потери в лице Траска. Он монстра-людоеда. Траск был... Невозможно. Это невозможно, они нам не ровнее. Как это произошло? Да. Согласно докладу, вдруг появился загадочный черный рыцарь. В это время, в месте битвы, обнаружен мощный источник энергии. Загадочный черный мечник? Значит, он, Козырев Армс. Или он был? Что прикажешь нам делать? Нужно их казнить. Из наших фондов выделить энергию для Хэйм Долгазо. Значит, Армс усиливает свое влияние. У нас проблемы. Тайное общество зла. Так, ужасно. Ха-ха-ха-ха. Ты шутишь? С вызовом демона Кайны? Наши силы крепятся навсегда. Нам обеспечена победа, если мы одновременно приложим все наши усилия. Я всегда получал то, что я хотел. Власть, ты, Филгайя, все мое. По-моему, Антонури это не нравится. У тебя новый приказ. Провести операцию охранник. Согласно плану и постараться заполучить паренька. Я хочу, чтобы ты сегодня осталась. Да. Ну и явно не нравится, что происходит вокруг. Я сто процентов в этом уверен. Уже. Три дня спустя. И снова прошло очень много времени. Так, и чё это? Опять Марина? Ты вернулся? Или ты уже уходишь? Отдыхаем. Я скоро вернусь. Я знала. Слушай, ну не вешай нос. Я горжусь тем, что делаю. Марина, я хочу рассказать тебе о том, что мои подвиги сделали. Ну, тогда у тебя нет времени отдохнуть. Марина, я хочу сказать тебе, я уже все равно отдохнул. О, хорошо. Много нужно чего рассказать, не знаешь, с чего иначе. Мы прошли через многое. Мы видели и сделали так много. Это было непросто, но так приятно, когда ты хоть кого-то спасаешь. И потом эти люди называли меня героем. Героем? Да, героем. Я всегда этого хотел. Конечно, мне помогали, я не работаю сам. Но когда они назвали меня героем, сражающимся с Одессой, было приятно. Когда тебя уважают люди, у тебя появляется много сил. Я хочу стать героем, заставляющим людей не бояться героев, которые спасают мир. Героям, которые спасают мир. Это бессмысленно. Марина? Ты считаешь, что такое должен быть герой, Эшли? Это не совсем так. В Филгайе происходит много ужасных вещей. Разве это значит, что Эшли герой, что ты что-то должен с этим сделать? Разве герой лишь тот, кто отдаёт себя в жертву ради тех, кто не умеет решать проблемы? Назовав кого-то героем, разве все должны сбросить свои обязанности и перестать бороться? Если герой это синоним жертвопринощения, тогда нет. Мне всё это не нравится. Особенно, когда герой мне не безразличен. Герой не безразличен. Подожди, Марина, я... Я думал, что этот камень будет связывать нас на расстоянии. Я думал, мои чувства к тебе создадут между нами какую-то связь. Но на самом деле мы... Даже не видим друг друга. Тебя постоянно нет. И я больше... И я думаю о тебе всё больше и больше, чем раньше. Ещё я чувствую себя такой далёкой от тебя. Скажи, ты всё ещё Эшли? Ты всё ещё Эшли, которого я знаю? Расскажи. Больше не могу терпеть тревогу. Марина, я... Я... Я понимаю, Эшли. Я знаю, что ты Эшли. Я знаю, но я мучаю тебя из-за... Из-за моей ненадёжности. Я ужасна. Нет, я ужасен. Я хочу кое-что тебе сказать. Но я не могу подавать слов. Это то, что и без того повысит своё волнение. Забудь об этом, Эшли. Мне нужно отдохнуть. Как... Э... Эвана, как оно всё развернулось-то, а? Э, Эшли, будь повнимательней. Э, прости, я просто мечтался. Ещё чувствуешь эффект? Нет, я просто очень устал. Прости, но... Может... Может быть, ты ещё раз объяснишь нам миссию? Ладно, до... До этого. Вы помогли нам вернуться в Голгофу. Мы встречались раньше в Дэмзе, нет? Ты помнишь? Я поражён. Поражена, наверное. Не могу поверить, что вы... Пропустили мои двери. Я тайный правитель мира. Мэрибелл владеет древней технологией. Даже после того, как мы познакомились по переписке, она всё ещё работала в отряде. Да? Переписка? Я думаю, что это... Некоторым не нравится. Нравится, особенно богатым. Я помню тебя как более надёжного, однако... Или ты всё-таки понял? Что ты, чёрный рыцарь, великий воин? Воин? То, что ты превратился во время пришествия. Чёрный рыцарь, который несёт за собой разрушение. Таким тебе суждено быть, Мэрибелл. Я слышал от Ирвинга, что... Ты единственный, кто уцелел во время призывания Одессы демона, да? Демон, который завладел тобой и потерял меч стража. Аргитлам. Это две силы, объединившиеся в тебе, сбалансировавшись так, и не победили друг друга. Священная сила, в сочетании с демонической твоей душой, сделали тебя рыцарем. Теперь ты изменился. Рыцарь, другое мое я. Я не должна волноваться. Похоже, вы контролируете Аргитлам. Сейчас вы должны сосредоточиться на текущей нависшей угрожей. Одессы. Мне было интересно, но... Но вы меня знаете. Похоже, вы говорите как можете. Не кажется ли вам, что это грубо вторгаться в секреты? Я покидаю Маривал. Мы даже не знаем, что нам делать, поэтому нам придется и верить. И есть много чего, что мы еще не знаем, Эшли. Я бы никому об этом не говорил. Я понимаю. Если все ясно, тогда я расскажу о вашей миссии. Миссии? А, да, я совсем забыл. Простите, расскажите мне опять. Я говорю вам, это древние технологии. Это негодяи из Одессы борются против нас при помощи этой технологии. Поэтому следующая миссия будет уничтожение их машины Варуки Са. Са. Варуки Са-са. Да. Для этого нам нужны силы, которые мы можем... Мы сможем противостоять им. Теперь ясно? Вот куда мы направляемся. При помощи наших знаний мы должны вернуть нам обратно древнюю технологию. Ну, если она древняя, то как ее применять? Не думаю, что мы не должны об этом знать. Эй, вы двое, хватит там шептаться. Ладно, я вам расскажу. Есть два типа кристаллов энергии, которые нам нужно найти. Агуелит и герматрон. При помощи этих энергий, этих кристаллов, мы включим моторы. Эмма. Древняя технология, которой ты говоришь, это летающая машина? Ну, не хочу портить сюрприз, ясно? Я знаю, что делать. Но где мы найдем эти кристаллы? Кристалл Агуелит закопан возле города Холст. Некоторые... Несколько кристаллов герматона должны остаться в закрытой обсерватории Ролин. Я хочу увидеть их своими глазами. Город Холст, Абсиратур и Ролин, находится в Силваланде. Поэтому, чтобы попасть туда, нам нужен рефлектор жизни. Неважно, какой вы будете искать первым. Но они нужны нам оба. Нам бросил вызов тот, кто правит миром. Я быстро разберусь с этим негодяем из Одессы. Так, ну, разбираться мы все-таки будем уж в следующей серии, я думаю. А то мы и так немного подзатянули. Ну, как немного, довольно сильно подзатянули. Дайте мне в лифт, пожалуйста. Да, стоп, это не лифт. Вот это лифт. А потом мы пробежимся здесь. Уже в следующей серии. На первом жена стоит, да. На первом тетенька архив стоит. Ну, давай к ней. Ну, и будем сохраняться. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...